Гладиолусы. Нюансы подготовки клубнелуковиц, посадки и уходы за растением. Гладиолус относится к многолетним клубнелуковичным растениям. Многие садоводы отдают ему предпочтение, несмотря на нелегкий уход, так как он способен преобразить даже неухоженный участок. Существуют сотни видов шпажника гладиолуса. Многие из них выращиваются в Европе, хотя родиной растения является Африка. Как подготовить и вырастить луковицы гладиолуса? Примерно за месяц до посадки все луковички очищаются от шелухи, причем удалить ее следует полностью, так как под ней может обнаружиться гниль. Если какие-то луковички оказываются поврежденными или кажутся больными, то их следует держать подальше, дабы не заразить остальные. Высохшие с подгнившими местами сразу выбросить. Если повреждения небольшие, то их можно обрезать острым ножом, а после обработать медным купоросом или розовым раствором марганцовки. Высаживать большие и маленькие клубни луковицы желательно отдельно, так как маленькие вырастут невысокими, цветки будут некрупными. Если посадить в перемешку с большими, то последние их просто заглушат. Цветение гладиолусов будет ранним, если клубни луковицы прорастить перед посадкой. Для этого за 3-4 недели до проведения работ в саду укладывают их на поднос или поддон, ставят в хорошо освещаемое теплое место на проращивание. За пару дней до высадки в грунт на поддон наливают немного воды, смешанной с золой или измельченным активированным углем. Как только появятся корни, станут заметны ростки, можно приступать к посадке. Дабы гладиолусы не болели, за полчаса до высадки посадочный материал стоит протравить в слабом растворе марганцовки или перекиси водорода. Шпажник предпочитает солнечное место, богатую, не тяжелую почву, поэтому предварительно нужно внести компост или перегной, а также древесную залу. Сажают луковицы на расстоянии 25-30 см друг от друга, заглубляя на 10 см в грунт. Переуложение грядки с ладиолусами допускать нельзя, но и пересыхание тоже. Поливать следует понемногу, но часто. Осенью, перед наступлением морозов, клубни необходимо выкапывать и укладывать на хранение, в погреб или подвал. При этом хранить их нужно исключительно в хорошо проветриваемом месте, иначе они просто сгниют до весны. В регионах, где зимой не бушуют морозы, можно не выкапывать шпажник. По мере роста крупные растения требуют подвязывать к опорам, иначе они могут сломаться под тяжестью цветов. Ведь цветонос может включать до 20 бутонов и иметь длину до полуметра. Кому понравилось, подпишитесь на канал и поставьте лайк.